МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О чрезвычайных ситуациях минувшей недели нам расскажет Владимир Лобан. Очередные жертвы огня в Дятловском районе. Прибывшие пожарные расчеты застали плотное задымление и высокую температуру в деревенском доме. Спустя минуты бойцы МЧС обнаружили вгоревшее тело мужчины и еще одного человека без признаков жизни. Выяснилось, что в доме проживал 59-летний пенсионер, инвалид по зрению, со стопу односельчан. Мужчина курил, нередко выпивал. Накануне у него гостил 54-летний местный житель. Вероятнее всего, мужчины в этот вечер выпивали, они осторожны о курении одного из них и послужило причиной трагедии. Погиб на рельсах. В Гродно попал под поезд 50-летний мужчина, установить личность которого удалось лишь под печатком пальцев. Трагедия произошла в районе так называемой народной тропинки через железнодорожное полотно. Машинист польского поезда увидел человека, сидящего на рельсах, и подавал неоднократные сигналы. Но человек не реагировал, машинист применил экстренное торможение. К сожалению, человек остался на рельсах, и столкновения избежать не удалось. Спиленное дерево упало на лесника в Систовском районе. От полученных травм мужчина скончался. Как удалось установить, к несчастному случаю привело нарушение техники безопасности при валке леса. Мужчина 1961 года рождения неправильно рассчитал угол падения дерева. В итоге оно упало на другого рабочего. Последний от полученных травм скончался в реанимационном отделении больницы. Штраф до 50 базовых величин за незаконную охоту и конфискацию оружия. Очередной эпизод браконьерства зафиксирован в Чучинских угодьях. Это уже 12-й случай в регионе за последние две недели. В охотчих угодьях были обнаружены двое охотников. При приближении к нему они бросились в рассыпную и пытались скрыться. Наши рядовые группы были приняты мерой к их задержанию, но в итоге они оказали сопротивление. Между инспекторами и браконьерами, как впоследствии оказалась, началась борьба. В результате борьбы произошел непроизвольный выстрел из охотничьего ружья одного из браконьеров. Оба граждане задержаны и в настоящий момент в отношении их составлены административные протоколы за незаконную охоту с незарегистрированными охотничьими ружьями. Также в отношении их начался административный процесс по факту указания непонимения и сопротивления должностным лицам государственной инспекции. Причина – сильные порывы ветра. Ночью без электричества остались несколько сотен жителей Слонимского района. В результате аварии было обесточено 16 подстанций и две молочно-товарные фермы. Отключалось там 19 населенных пунктов, но быстро устранили, в течение часа устранили. Дополнительные бригады аварийные не привлекались, устранили собственными силами. В общем, все прошло штатом порядки, без замечаний, и своими силами все устранили. Выращивал коноплю и продавал марихуану знакомым. Межрайонным отделом Следственного комитета в отношении Гродница возбуждено уголовное дело. Окончательная правовая оценка Садейну будет дана позже. Безопасный и Новый год. Традиционная профилактическая акция стартовала на Гродничне. Специалисты МЧС пройдут средиами по торговым точкам с пиротехникой и научат граждан правильно запускать фейерверки. Акция продлится до конца месяца. В канун Рождества и Нового года у спасателей, как правило, начинается жаркая пора. Наблюдается резкое увеличение количества огненных ЧП и случаев травматизма людей из-за нарушения правил пожарной безопасности при подготовке к праздничным мероприятиям. Чтобы предупредить ситуацию с неприятными или даже трагическими последствиями, в республике стартует акция МЧС под названием «Безопасный Новый год». Заключительный четвертый этап акции пройдет на вокзалах, в больших центрах, на площадях, где будут даже наши МЧСовские Деда Мороза выступать вместе со Снегурочками. 6 декабря юристы Беларуси отметили свой профессиональный праздник. Накануне календарной даты в Гродно состоялось торжественное собрание. Правоведов области поздравили областное и городское руководство. Известно, что профессия юриста охватывает большой спектр специальностей. Работники, имеющие прямое или косвенное отношение к правоведению, задействованы во всех сферах. А квалифицированные юридические кадры на Гроднищине всегда остаются востребованными. Это не только работники правоохранительной системы судов. Это и нотариусы, это и адвокаты, и юристы, которые работают в народном хозяйстве. Сегодня ни одна сфера производства, сельского хозяйства, социальная сфера не может обойтись без правовой помощи, без глубокой проработки тех договорных отношений, которые существуют, без глубокой проработки решений органов исполнительной власти. Поэтому юристы сегодня востребованы. Мы сегодня живем в правовом государстве. Законодательная база у нас сегодня позволяет строить конструктивные взаимоотношения между всеми ветвями власти. Ну и мы, правоохранители, тоже вносим свою лепту. Вообще, по жизни принято считать три важных направления. Это учить, лечить и защищать. Так вот, сегодня как раз функция защиты представлена юристами, юристами. Поэтому в канун праздника, тем более, что мы находимся сегодня в Гродненском с комиссарием Министерства имени Ян Купала, который готовит именно специалистов. Это племя хочется пожелать студентам усердия, усердия и еще раз усердия учебы. Именно таким образом, в последующем будут хорошие специалисты, которые будут надлежащие защиту закона. Участковые инспекторы первые, кто приходит к людям. Их работа должна быть адресной и эффективной. А профилактическую деятельность по предупреждению преступлений необходимо осуществлять в тесном контакте милиции и общественности. В таком направлении будет работать вся правоохранительная система Гродненщины. Насущные проблемы и вопросы в конце прошлой недели обсуждались участниками областного собрания, прошедшего на базе Сморгонского района. Подробности в видеоматериале. На областном собрании представители районов Гродненщины. Руководители разных уровней, люди в милитейских погонах. Значительная часть среди участников мероприятия – участковые инспекторы. В их практике встречаются разные случаи. И от них же во многом зависит эффективность борьбы с негативными явлениями, алкоголизмом и бытовыми правонарушениями. По итогам 10 месяцев есть определенный рост убийств. Убийств в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому, как правило, это все на бытовой почве. Другие направления где-то снижение, те же тяжкие телесные повреждения, там определенное снижение. Но убийства растут. Поэтому необходимо путем даже проведения данного совещания где-то выработать те направления, на которые работать надо, которые, на наш взгляд, будут способствовать оздоровлению обстановки. Взаимодействие милиции, участковых, инспекторов по делам несовершеннолетних, представителей субъектов профилактики с общественностью. Эту тему обсуждали на встрече с Моргонском районе. Присутствующие отметили, положительный опыт наработан. В частности, созданные успешно работают общественные пункты охраны правопорядка. Ситуация, которая у нас в области, она стабильная в плане криминогенной обстановки. И, в общем-то, число преступлений у нас по целому ряду направлений сокращается. При том, что вот есть определенные сложности и в экономике, и вокруг нас, что творится тут. Мы же не можем быть изолированы от мира. Поэтому то, что нам пока удается, это говорит о том, что, в общем-то, мы на правильном пути и движемся в правильном направлении. Но эту работу надо постоянно усиливать и поднимать ее эффективность. Кроме подведения итогов на встрече были озвучены планы на будущее. В первую очередь, работа милиции должна стать более качественной и адаптированной к сегодняшним реалиям. Также была дана оценка службе участковых инспекторов. Лучшим назван Сергей Кононович из Ленинского района Гродно. Награды также были вручены представителям других районов и инспекторам по делам несовершеннолетних. С 1 декабря сотрудники автоинспекции начали штрафовать нарушителей, которые вовремя не подготовили свой автомобиль к зиме. Известно, что в гололед машина может повести себя непредсказуемо. А зимние шины зачастую помогают водителям избежать дорожно-транспортных происшествий. Правда, не все водители учли рекомендации и подготовились к зиме. Теперь за такое нарушение они расплачиваются деньгами. Как относятся водители к данной мере? В нашем материале. Жизнь дороже шин. Так называлась акция, проводимая с 24 ноября с целью профилактики ДТП на дорогах Гродно. Тогда сотрудники ГАИ напоминали водителям заменить летнюю резину. А уже с наступлением первого дня зимы непредусмотрительных стали штрафовать. За такое нарушение штраф предусмотрен в размере 0,5 базовых величин, то есть 90 тысяч белорусских рублей. Напомню, что на зимней резине водители обязаны ездить до 1 марта. Кстати, указ, обязывающий водителей с 1 декабря по 1 марта ездить на зимних шинах, был принят в начале этого года. Его появление было связано с высокой аварийностью на дорогах республики. А до этого времени в нашей стране водитель сам решал, рисковать ему или ездить безопасно. Переобулись уже месяц назад чисто для своей безопасности. Потому что заморозки уже раньше начинаются, и как бы в избежание казусных ситуаций пораньше переобулись. Всегда так делаете? Практически, да. Зима все-таки как-нибудь скользко. А вы, ну, большое старшее у вас вождение? 15 лет. 15 лет. За 15 лет наверняка какие-то ситуации были зимой. Поэтому и решил переобулиться заранее. Как показала практика, рублевая ответственность за езду на летней резине зимой ряды рискующих поубавила. Правда, в этом году еще не все водители успели переобуться. И за это уже получили штрафы. С 1 декабря по сегодняшний день сотрудниками ГАИ было привлечено 235 водителей, которые проигнорировали требования правил дорожного движения и вовремя не произвели замену резины с летней на зимнюю. Нет денег на зимние шины или просто не успели. Так чаще всего оправдываются водители перед сотрудниками ГАИ. Однако оправдания эти не спасают от ответственности. Как так получилось, что вы не переобули до 1 декабря свою машину? Получилось так, что я купила передние колеса и переобула, а задние они отказались ставить на шином этаже. И я смогла записаться только на сегодня на 6 часов вечера. Ясно. Вы вообще считаете, что это важно переобувать автомобиль зимой и ездить на зимней резине? Ну, поэтому у меня есть комплект зимней резины, наверное. Не успели переобуться на авто? Ну, мне не привезли еще резину. Мне просто ребенка забирал в сад и еду домой. А мне даже сегодня-завтра привезут. Нет денег на резину. Ну, нет денег, но не заработали. Когда снег выпадет, будем зимнюю заставить. Погода, конечно, пока радует плюсовой температурой, но на то она и зима, чтобы удивлять нас снегом и гололедом. А от таких подарков природы лучше перестраховаться, переобув свое авто. Ведь все-таки жизнь дороже шин. Проблема выявления фальшивых денег по-прежнему остается актуальной. Больше всего случаев обнаружения фальшивок в первом полугодии 2015 года пришлось на доллары, российские рубли, евро. Основная масса фальшивых денег стекается в Беларусь из России, Украины, Польши и Литвы. Кроме этого, регистрируются случаи попыток обмена сувенирных банкнот. Как не стать счастливым обладателем такого богатства? Узнаем далее. В последнее время в случае выявления таких купюр в отделениях банка очень участились. Наши граждане проявляют невнимательность, несут их сдавать, как будто это настоящая купюра. Но если более внимательно присмотримся, то сразу сможем заметить, что, во-первых, здесь наименование – билет банка приколов. Далее. Красным написано – не является платежным средством. Сразу можем понять, что это сувенирная продукция. Подобная купюра для большинства – очевидная фальшивка. Шутка. Розыгрыш. Но отдельные граждане ввиду разных причин могут принять ее за чистую монету. Не говоря уже о качественных подделках, которые очень трудно отличить от настоящих денег. Ежегодно сотрудниками подразделений по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями выявляются все новые подделки. Только за текущий год в Гродненской области было зафиксировано 92 факта сбыта поддельных купюр. Поддельные купюры на территории Октябрьского района города Гродно обнаруживаются не так часто. В текущем году зарегистрировано 15 фактов обнаружения поддельных купюр. Хочу отметить, что фактов обнаружения и попыток сбыта поддельных купюр Национального банка Республики Беларусь не зарегистрированы. Основными купюрами, которые попадают в поле зрения, которые пытаются сбыть наши граждане, это являются доллары США, таких фактов 10, и 5 фактов было попыток сбыта купюр Европейского Союза. У каждого из нас есть вероятность оказаться обладателем фальшивых денег. При индивидуальных сделках купли-продажи. Иногда их получают в качестве подарка. Нередко фальшивые деньги наши сограждане привозят из заграничных заработков. И потом с чистой совестью идут с ними в пункты обмена валют, где, кстати, и выявляется 85% подделок. За последние два года на территории Октябрьского района не было фактов, чтобы были установлены лица, которые умышленно изготавливали поддельные денежные знаки, занимались их изготовлением и занимались их сбытом. Все факты, которые были установлены, это когда граждане обращались в банковские учреждения, и опять же при пересчете, при приеме у них валютных средств обнаруживались подделки. Это граждане, которые получали данные денежные знаки либо на заработках, находясь за территорией Республики Беларусь, либо на отдыхе, когда при расчете они получали в виде сдачи валюту, либо при совершении сделок по купле-продаже своего имущества. Что же делать, если подделка все-таки оказалась в руках? Или вы сомневаетесь в подлинности купюры? Человек, если он сомневается в подлинности находящихся у него банкнот, номинированных в иностранной валюте, либо белорусскими рублями, он может сейчас в настоящее время, такая услуга банковскими учреждениями оказывается. В городе Гродно она оказывается головным филиалом по Гродненской области ООО «Беларусьбанк», который находится на улице Новооктябрьской. Гражданин может туда обратиться, предоставить имеющие у него купюры с целью определения их подлинностей. Услуга данная платная, однако она не стоит тех денег, которые нужно заплатить за уверенность в том, что у тебя на руках находятся заработанные настоящие деньги. К слову, каждый гражданин должен знать свои деньги. Но, к сожалению, многие проявляют беспечность. Необходимо четко знать, что не только отсутствие водяного знака является отличительным признаком банкноты. Мы попросили специалиста рассказать, по каким основным признакам можно опознать фальшивку. Что касается наших национальных денег, то есть белорусских рублей, допустим, для примера, купюра 20 тысяч рублей. Вот эта купюра является поддельной. Что мы можем сразу заметить? По телевизору, конечно, передать это сложно, но на ощупь бумага гладкая, не ощущается рельефность изображения. Значит, метки для людей со ослабленным зрением не читаются на ощупь. Допустим, если взять эту купюру и, условно, сделать линию перегиба, несколько раз, значит, изображение начнет осыпаться и проявляться обычная белая бумага. Плюс, если мы посмотрим эту купюру на просвет, на ней отсутствует скрытое изображение, так называемый водяной знак. Значит, если мы, допустим, возьмем купюру 100 долларов США, то вот эта купюра на вид, ее очень сложно отличить от оригинала. И если не присматриваться к купюре, то, скорее всего, обычный рядовой гражданин ее воспримет как настоящую. Но если более внимательно присмотреться, мы можем заметить, что, допустим, на изображении 100, которое должно менять свое, не очертание, а цветопередача, которая должна изменяться при повороте купюры, она здесь остается постоянной. Плюс, то же, что я говорил, вот, допустим, купюру мы согнули и видим, что осыпание краски происходит. На настоящих купюрах этого быть не должно. Если мы посмотрим на оборотную сторону купюры, здесь можно заметить, что очертания цифр, они нечеткие, края нечеткие на этой купюре. У оригинала края должны быть четкие и читаемые. Допустим, дальше, если мы посмотрим на просвет, здесь водяной знак, плохо читаем. Дальше, если мы возьмем купюру 100 евро, то мы сможем здесь заметить, что купюра выполнена, опять же, на бумаге, которая не имеет рельефа. То есть, вот, на ощупь мы берем купюру, она абсолютно гладкая. На настоящей купюре такого не должно быть. Дальше, значит, мы смотрим на вот этот вот значок 100, который переливается различными цветами. При более доскональном визуальном рассмотрении мы видим, опять же, что здесь имеются преломления различные, неровности. На настоящей купюре такого быть не должно. Далее мы смотрим на просвет и видим, что отсутствует здесь, как бы, водяной знак на купюре. За совершение преступных деяний с поддельными деньгами предусмотрены достаточно жесткие меры наказания. Максимальный срок за фальшивомонетничество – 15 лет лишения свободы. Ответственность, согласно нормам уголовного законодательства, предусмотрена за три альтернативных действия. И она одинаково наступает за любой из них. Это за изготовление поддельных денежных знаков, Это за хранение с целью сбыта и непосредственно сбыт поддельных денежных знаков Республики Беларусь, либо иностранной валюты, либо ценных бумаг, номинированных в белорусских рублях, либо в валюте. Осторожность никогда не бывает излишней. Эта истина касается каждого гражданина. Особенно в отношении такого специфического товара, как деньги. И это вся информация на сегодня. Вы смотрели программу «Пульс». Увидимся в следующий вторник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин